Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и пролетели три недели отпуска. И я перед вашими очами. Кому-то нравлюсь, кому-то не нравлюсь. Больше, наверное, людям не нравлюсь. Говорят так, все когда-то заканчивается, и все когда-то начинается. Отпуск закончился. Сейчас геморрой по фамилии Аверин начался. Шучу. Итак, моя любимая тема. Не успел я приехать. И модные наши власти были в пух и прах разнесены телевизионщиками, которые занимаются вот этим модным словечком кластер. Когда-то это будет, а я думаю, что это никогда не будет. Центр Рязани. Ну, просто так замылит это место и заведут высоточки. Ну, ладно. Это цинизм. А теперь о более модных вещах. Значит, что хотелось бы продолжить. Я говорю просто недавно, пару дней в Рязани, и не совсем владею ситуацией. Но, тем не менее, уже такие рэперные точки увидел. Значит, в точке шипения проходили слушания, мы знаем. И, о чудо! Как бы вы думали, кто победил? Да? Блог зампреда Белинецкого. Я искренне снимаю шляпу. Я люблю цирк. Я люблю иллюзион. Я люблю режиссер, театр. Вот, правда, Олеся Лепина немножко подвела. Там были накладочки. Еще такой момент, когда я смотрел на суровую фигуру с суровым выражением лица Дениса Арабова, задающего по бумажке вопросы губернатору. Вы знаете, в этот момент подумалось, что самые большие глупости в этом мире делаются самым выражением лица. Ну, а теперь серьезно, серьезно. Сегодня было заседание регионального правительства, и один из министров, это Андрей Устинов, знаете, он как-то печально, так, с печалькой в голосе сказал, что долг приближается за коммуналку у населения к миллиарду. И рост этого долга весьма стремительный. А вот за кого бы мне хотелось порадоваться, это же за, конечно, директора детского сада. Молодец женщина, сумела заработать. Чуть менее 30 миллионов. Кстати, зарплата, я имею в виду официальная зарплата Елены Борисовны Сорокиной, составляет практически в 15 раз меньше. Елена Борисовна завтра отчитывается, и думаю, это будет не основной показатель, сколько заработала градоначальница, а благосостояние города и, прежде всего, своры бездомных собак. Как-то так получилось. Полумиллионный город, то там, то сям. Но! Грамотный управленец Елена Борисовна Сорокина нашла истинного борца с этими Гаринами. Им стал Борис Ясинский. И в этом случае хотелось бы ответить, вы журналисты, да? Такие они циничные. Хотелось бы вспомнить цитату нашего баснописца Крылова. Волк ночью, думая, залезть в овчарню, попал на псарню. Жестче сейчас будет все с каждым днем жестче и жестче. вот эта предвыборная агитация, она набирает обороты на КУН, я думаю, поставлено очень много. Я имею ввиду выборы в Государственную Думу. Поэтому, поверьте мне, скучно не будет. Дизлайк обязательно. Обязательно дизлайк. Ну, если уж так лояльно, то лайк. А если уж совсем я ваши глаза герой, то подписывайтесь на наш канал, смотрите. А завтра неожиданно будет программа с профессором Гераскиным Холодная Война Не Пропустите Гераскиным